Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, Apple у нас запускает, как мы видим, крипто ISA 222, поправку, да, кто помнит ISA 222, получается, и запускает новую какую-то крипто ISA 222, получается, InterOp, и созданный на основе XRP Ledger, из-за его скорости и транзакционных издержек и устойчивости упрощает рабочие процессы бухгалтерского учета для малых и средних предприятий без каких-либо таких тейбов, ни к серверному программному обеспечению, и узнайте больше о данном проекте, и у нас тут оставляют ссылку. Уже совсем скоро выйдет обновление TerraE Cosmos, которое будет содержать в себе слияние их сетей и всех доступных возможностей. Для удобного использования и перемещения между сетями им понадобится токен, поэтому был создан токен LUNV23 LUNA Cosmos. Монета будет внедрена в межсетевые переводы и изменится так же сильно, как все остальные токены после слияния. Считается, что монеты, которые не поддаются биткоину на данный момент, это лучшие монеты, так что советую вам ознакомиться с монетой LUNV23. Ребята уже позабирали более 10 иксов. Если посмотреть транзакции, один сделал из 60 долларов 1500 долларов, и это только за первые 48 часов. Рост в дальнейшем не ограничен, так как монета не привязана к битку, и тем более, что скоро произойдет крупное обновление LUNV23. Так что успевайте залететь на низах. Все ссылки для связи я оставлю в описании, обязательно переходите. Это у нас опубликовал твиттер разработчиков EPL, получается 92 тысячи подписчиков. Ну и, соответственно, вот ИСа у нас 222. Мы рады возобновить, получается, размышления разработчиков. И это продукт, упрощающий учетные процессы для малых и средних предприятий. Как получатель платежа, вы можете получать платежи в крипталюте из своего кошелька, преобразовать полученные платежи. Ну, то есть, видите, переводят на цифры. То есть, Америкосы что делают? Работают. И потом эта система, как вы думаете, где будет введена? Конечно же. Вот, и, кстати, работают они, смотрите, еще с 2014 года, я так понимаю, ну, вполне возможно, на вот этим ИСа 222. И это стандарт для банков. И многие считают, что это прям так хорошо и так далее. Ну, это как раз-таки тот же самый CBDC, по сути. Вот. И это, конечно, удобная система, да, но все транзакции будут прозрачные, да, и налоги будут автоматически списываться, штрафы и так далее. Вы же понимаете. И никто вас спрашивать не будет. Просто списались как-то, да, и все. Вот, либо с вашего счета. И построенный на основной сети XRP Ledger под названием XRP L4J, получается, требует только подключения к XRP Ledger без какого-либо серверного программного обеспечения. Также выбрала XRP Ledger из-за его скорости, транзакционных издержек и устойчивости. Поэтому такие дела. Ну, если хотите посмотреть, вот, тут ссылку еще оставляют на GitHub'е у нас открытый исходный код. И, соответственно, вот эти переводы, как можно там налоги платить и так далее, бухгалтерские учеты, т.д. и т.п. Вот, поэтому все, перевод на CBDC постепенно продолжается. У нас и опубликовано еще у нас было 15 ноября. Поэтому, ребят, это не за грамме. И угадайте, америкосы, конечно же, будут навязывать вот это все Европе и навязывать, естественно, странам СНГ, я думаю, очевидно. Вот, ну и насчет Китая не знаю. Китай свою CBDC будет разрабатывать, скорее всего, ну и так далее. Поэтому ничего удивительного. Ну и по поводу ISO 222. Проект обеспечивает взаимодействие между форматами файлов ISO 222 и криптолюдными платежами. Призвано облегчить поправку полученных криптолюдных платежей возможностей существующего финансово-программного обеспечения. Вот, а по поводу, соответственно, выложена была пошаговая инструкция для получения наград Sunbird, да, я ссылку оставлю в описании. Потом Дитон отвергает заявление главного операционного директора Chia Network о том, что SEC проинформировал руководство Ripple о том, что XRP является ценной бумагой. И, соответственно, знаете ли вы, что Билл Хинман сказал руководству Ripple, что по его мнению XRP является ценной бумагой в 2019 году? Я тоже, я тоже нет. Подготовьтесь к будущему убытку Ripple. Ну, это у нас сказал Джин Хоффман, вот. И, соответственно, эта встреча между Клейтоном и Хинманом с Гарлинхаусом и Шварцем была идеальной возможностью сообщить Ripple, что XRP является ценной бумагой, если предположить, что юристы пришли к такому выводу. Ребят, ну, я уже обсуждал это неоднократно, это так вот масло масляное, просто, я не знаю, для кого это создано. Ну, красивая легенда, так называемая. Ну, как по мне, слишком слабенькая легенда, да, и они мусолят одно и то же уже второй год, но people have it, что называется, да. Вот, поэтому я считаю, что, ну, как бы, несмотря на то, что они вливают сотни миллионов долларов, ну, как по мне, очень слабенько. Ну, может, я такой, конечно, сверхчеловек и все это понимаю, ну, как бы, я думаю, людям, у которых, там, от 70 IQ и выше, они и так это тоже прекрасно видят, что суд этот фикция. И вы думаете, если бы не захотели обанкротить, либо закрыть компанию Apple, они бы этого не сделали? Ну, как бы, и плюс, какие партнерства были бы с банками, там, с государствами, при том, что идет суд? Суд, ребята, алло. Вот, поэтому, ну, смешно это слушать. Потом, по словам прокурора, самая большая опасность для Apple в его судебной битве против сектам и так далее, судья скажет по этому поводу, на самом деле, не будет таким уж важным. Есть два уровня обращений, что по этому поводу говорит апелляционный суд и в конечном итоге Верховный суд. Вот, что будет иметь значение. Ну, опять же таки, естественно, мнение, все на этой теме хайпят, ну, я в том числе, поэтому ничего удивительного в этом нет. По поводу остальных моментов, давайте посмотрим, что у нас было. Криптоадвокат дает три сценарии схода сотневного процесса и потенциального воздействия. Ну, и говорит, у нас, получается, в прошлом месяце проиграл АИСК у нас LBR, ну, и три сценария. То есть у нас, во-первых, получается, если судья полностью согласится с СЕК, тогда компания, получается, Гэри Генслера регулированием принудительным исполнением приобретет авторитет и импульс. И если Ripple выиграет безоговорочно, судья раскритикует СЕК за то, что она придерживается своей неправдоподобной теории о том, что токены являются ценным бумагом, независимо от того, кто их продает и где они продаются, это может остановить компанию председателя СЕК Гэри Генслера. А помните, петицию на Гэри Генслера подавали по поводу того, что его надо там уволить и так далее? Ну и что, уволили? Нет. А знаете, как было? Ну, я уже не найду эту ссылку, кто помнит, тот помнит. Соответственно, там была петиция и, соответственно, там собирали что-то, 15 тысяч голосов или что-то такое, а потом увеличили до 30 тысяч голосов или 25 тысяч и их не собрали, вот, ну, якобы не собрали. Вот, и в-третьих, ну, и по итогу он остался на своем месте. Ну, какая разница, ну, уволили ПО, поставили другого чувака. Систему поменять нельзя, ребят. А в-третьих, он предлагает сценарий, в котором судья Торрес разделяет пресловутого ребенка и постановляет, что Ripple в какой-то момент предложила незарегистрированное обеспечение, но сам токен XRP и продажи на второречном рынке не зависят от Ripple. Утверждает, независимо от того, что произойдет, дело Ripple является нулевой точкой и создаст важный прецедент. Да никакого важного прецедента, господи. Обычная рекламная компания, а потом на обычном рынке XRP пойдет снова в рост, даже несмотря на суд, я уже об этом говорил. Ripple продолжает у нас нанимать сотрудников, несмотря на медвежий рынок. И несмотря на суд, как они могут нанимать сотрудников? Ну, вот так берут и нанимают. Поэтому нанимают больше компаний, да, и, соответственно, даже несмотря на с банководствами, которые произошли, там Terra, Celsius, FTX, они объявили о двух вакансиях в своем опыте, офисе в Торонто, должность старшего директора по проектированию, должность старшего штатного инженера-программиста. Ну, и вот тоже новость выходит, что Ripple нанимает больше инженеров, несмотря на продолжающийся медвежий рынок. Вот, Ripple и JP Morgan у нас, получается, присоединяются, объединяет усилия в Объединенных Арабских Эмиратах. И вот зачем? По поводу того, это у нас AI, Fordan Exchange, крупная фирма по поводу перевода денег. Ну, естественно, тоже это все, скорее всего, трансграничные платежи, известным банкам там и так далее, они сотрудничают. Ну, и, получается, недавно отпраздновала свое 50-летие, и плюс еще недавно запустила свое приложение AlphaPay. Ну, и, соответственно, естественно, все это для чего? Для того, чтобы быстро и надежно обрабатывать финансовые переводы. Поэтому такие дела. То есть у нас уже крупные такие инвесторы сотрудничают с компанией Ripple. Вы думаете, на фоне суда это возможно было бы? Реального суда? Конечно, нет. Вот, Goldman Sachs планирует инвестировать десятки миллионов долларов в криптокомпании. Ну, это очередной вброс ради того, чтобы люди думали, что все-все, разворот начался, Goldman Sachs заходит. А Goldman Sachs, я напоминаю, это компания, в которой также замешан Воррен Баффет, да. Вот, если кто забыл. И они втихую инвестируют в те же биткоин-фонды, да. И, соответственно, Воррен Баффет типа ни при чем. Ну, естественно, ему не обязательно напрямую покупать. Он может делать это через посредников, а потом сказать, о, биткоин это another big thing, да, что называется. Вот, а до этого это будет Red Poison, как он любит говорить. А Ripple проигрывает SEC, утверждает Crypto Executive, да, у нас, соответственно, ну, мы это уже тоже слышали. Новость была, и, соответственно, иск, иск там был подан два года назад. Ну, и говорят, что типа это все затянется. Ну, как бы говорили 2-5 декабря, в принципе, ожидаемо, что его опять продлили. 4,1 миллиарда XRP перевели сбитых за один час, и вот что же может произойти. Да ничего не может произойти. Дальше будет падать со всем рынком, да и все. Она бы, на бычьем рынке себя проявит. И говорят у нас, что, получается, за последние пару лет блокировало там 300 миллионов или 200 миллионов, получается, XRP, обратное условное депонирование, таким образом, вводя на рынок около 800-700 миллионов XRP. Вот, и поэтому такие дела по поводу переводов говорят, что это было на бирже Bitex и на бирже Abit, и, получается, переводили у нас почти 200, 200, 200, ну, еще 200, то есть где-то 600-700 миллионов долларов, такие дела, то есть почти миллиард. Сообщество XRP реагирует на комментарии Майкла Сейлора по риску Apple, естественно, ну и Джон Дитон тоже, естественно, у нас вступился в перепалку с ним, вот, и, получая, не пропуская оскорбительные комментарии, сообщество XRP отреагировало на комментарии председателя MicroStrategy, Дитон, который похвалил Сейлора за то, что он был блестящим ученым, получается, из Массачусетского технологического института, да, раскритиковал его за такой вывод о XRP. Вот, ну, естественно, ребят, это просто для чего? Чтобы подогревать интерес к своей персоне, к своему фонду и к своей компании, не более того, ребят, каждый преследует свои шкурные интересы, не более того. Поэтому, цена XRP у нас может оставаться медвежьей, несмотря на решение суда в пользу Apple, ну, опять же-таки, вполне ожидаемо, потому что, я говорил, даже если суд хоть прямо сейчас закончится, вообще без разницы, рынок будет падать, XRP будет падать вслед за ним. Главный юрист-консульт Apple выражает благодарность своим коллегам, поскольку судебный процесс приближается к концу. Ну, опять же-таки, бейтси-выкобыла продолжается. Дитон отвергает заявление главного операционного директора Чия Network о том, что всех поинформировал руководство Apple о том, что XRP является ценной бумагой. Ну, Чия, это тоже скам, я уже говорил, ну, не в плане тоже. XRP-то нормальный проект, а, ну, я же типа говорят, XRP-скам. Но если бы XRP-скам, он бы 10 лет не существовал бы на рынке. Вот, радио умолчания, поскольку команда Coinbase еще не отреагировала на распределение токенов флаг для держателей XRP, ну, по-моему, они же заделистили XRP со своего кошелька и с биржи, поэтому, причем тут вообще Coinbase, мне непонятно. Вот, XRP Ledger Labs запустит интеграцию GateHub, получит для своего сервиса Fiat On-Off-Ramp в Европе, в том числе, как мы видим. И, получается, сказал, что XRP Labs близка к запуску и добавил, что интеграция будет сопровождаться несколькими провайдерами въезда и выезда, включая ведущие глобальные решения для въезда и выезда банк XA. Вот, анонимные киты выводят более 4 миллиардов XRP у нас, получается, с биржи Bitex, это уже мы видели. Вот, ну и по поводу еще новостей, получается, по словам прокурора, самая большая опасность мы это видели. Вот, и, кстати, XRP от 10 до 35 тысяч долларов. Ну, и, опять же-таки, разгоняют Фома 6 декабря, типа, вот, давайте рассмотрим, возможно ли такое. Ну, давайте вывод глянем, сразу перейдем к делу. Чтобы достичь уровня, необходимо расти со скоростью 92 тысячи и 105 X, учитывая его текущую цену в 38 центов. Следовательно, теоретически он должен достичь значения 35 тысяч долларов примерно через 758 почти лет. Ребят, ну, я думаю, доживем, да? Вот, с учетом его роста в 10 раз за 1 месяц, ну, каждый месяц, да? Без коррекции, естественно, походу. Опять же, это нецелесообразно, потому что на данный момент макроэкономические факторы сильно отличаются от того, что было раньше. Ну, давайте посчитаем, если примерно 700 лет, ну, даже, считай, 800 лет, это, получается, 35 тысяч, ну, давайте примерно на 3 поделим, это где-то у нас 200 лет, ну, даже, окей, 100 лет, чтобы он достиг 10 тысяч долларов, как многие заявляют, а если, допустим, 100 долларов, ну, то есть, примерно, это где-то около 10 лет, ну, то есть, это 32-й год, ну, если 100 долларов многие ждут, допустим, да? Ну, то есть, а многие ли из людей, кто держит XRP, либо надеются на него, готовы ждать 10 лет? Я сильно сомневаюсь, понимаете? То есть, сверхприбыль, это всегда долгосрок, всегда дистанция, но люди этого не понимают, они не могут даже год-два-три подождать, не то, что там 10 лет, вот, и поэтому, более того, ну, как бы, не кажутся практичными 757 лет, а ты что, каждый человек, там, тысячу лет живет, и так достигнет XRP 35 тысяч долларов, наверное, 2, если у вас хватит терпения ждать 757 лет, ну, да, жизни хватит, наверное, вот, однако он может, но если вы Иисус Христос, то, да, наверное, да, вот, однако он может достичь этого значения немного раньше, если ликвидности, макроэкономические факторы окажутся в его пользу в следующем году, вот, давайте поясним, сколько времени потребуется XRP, чтобы достичь 35 тысяч долларов, после того, как он достигнет значения в 10 тысяч долларов, вот, чтобы достичь 35 тысяч долларов, необходимо вырасти в 3-5 раза, учитывая, что он достиг цены в 10 тысяч долларов, следовательно, он, безусловно, может расти с 10 тысяч долларов менее, чем за месяц, если экономические факторы, это означает, что достижение только в 10 тысяч долларов, это тяжелая работа, как мы видим, вот, ну, и на данный момент можно сказать, что Ripple составляет хорошую конкуренцию Ethereum и его конкурентам, вот, ну, и говорят, что один интересный комментарий, это, этого просто не произойдет, но если было бы так, никому в семье не пришлось бы работать лет 500, вот, еще один интересный комментарий произойдет, когда бургер будет стоить тысяч долларов, поэтому, ну, Reddit думает о том, что XRP достигнет 10 тысяч долларов, несколько месяцев назад в обсуждении сложились смешанные у нас мнения, вот, ну, ребят, это Брэдсивый кобыл, и пускай он хотя бы 3-4 доллара для начала достигнет, а потом уже можно говорить, там, 100 долларов, да даже 5-10 долларов, ну, такое вот, понимаете, вот, это фантазии влажные людей, что думают, там, за 2 дня они миллиардерами станут, ага, мечтайте, вот, ну, и если вы продали XRP на большую сумму, то надо, чтобы кто-то купил, понимаете, невозможно, что все заработают, невозможно, потому что это перераспределение денег, так и работают пирамидосы, вот, юристы Apple говорят, что SEC не справилась со своим бременем в отношении каждого из трех элементов Хоуи, там, и так далее, ну, короче, судебная тяжба продолжается, в принципе, как я и предполагал, скорее всего, будут брить ланги, а бритье уже началось, оно началось еще вчера вечером, вот, ну, и, соответственно, мы начали падать, поэтому я продолжаю ожидать свою цель, как минимум, возвращение сюда, то и 12700, да, то есть я об этом говорил, что никакого отскока на 30-40 тысяч не будет, и многие блогеры начали уже переобуваться, хотя говорили, там, ты шо, будет отскок, по-любому, на 25 тысяч, как минимум, а то и 20, а то и, тем более, там, 30-40 тысяч, но уже переобулись и сказали, не, ребят, выходим из позиции и, соответственно, все, ланги закрываем и т.д. и т.п., ну, трейдеры, там, и так далее, ну, и те, кто там отопили, говорили, что, вот, кстати, плашечка появилась, говорит о чем, что дно еще не достигнуто, я уже говорил, каждый день появляется, как видите, я ее закрываю, она появляется, вот, поэтому такие дела, жду снижения до 12700, и, кстати, была информация, что киты, вполне возможно, будут проливать цену в ближайшее время до 12-14 тысяч, ну, опять же-таки, это может быть и вброс, но имейте в виду, поэтому, ребят, я жду биткоин, финальная цель ниже 10000 долларов, как раз гэп был по 9800 финальный, ну, и в целом, возможно, что туда мы и сходим, вопрос лишь времени, поэтому не факт, что в этом году, но в 23-24 вполне возможно. Всем удачи, всем пока, пишите, что думаете.